Деревня Панерма находится на северном побережье Крита в районе Мелопотамос. Автодорога, соединяющая Ираклиан и Ретимна, проходит вплотную к деревне, и сюда можно доехать на междугородном автобусе из Ираклиана, а также на пригородном автобусе из Ретимна. Когда люди поселились на этом месте доподлинно неизвестно. Предполагается, что Панерма упоминается древнеримскими авторами, как порт Пандаматрия и город Панормус. Достоверно то, что в пятом веке нашей эры в районе современного Панерма было довольно крупное и значимое поселение. В 1206 году эта местность была оккупирована генуэзцами, построена крепость. Но уже через несколько лет крепость была занята венецианцами. В эпоху венецианского владычества рядом с крепостью разросся небольшой город, получивший название Костела Демилопотама. Венецианцы постоянно вели войны с турками за Крит. И в 1538 году османский флотоводец Хайредин Барбароса сумел разрушить крепость, но она была восстановлена. В 1647 году город был окончательно захвачен турками. В начале 20 века, после освобождения Крита из-под власти Османской империи, город был переименован в Панермос, что означает удобная якорная стоянка. В 1905 году город сильно пострадал в ходе столкновения русских войск с критскими повстанцами. В первой половине 20 века Панермос был заметным торговым и перевалочным пунктом, через которые экспортировалась сельскохозяйственная продукция. В городе были открыты начальная школа, гимназия, суд и подразделения жандармерии. После Второй мировой войны город утратил свое значение и превратился в небольшую рыбацкую деревню. В 1980-х годах, после строительства национальной трассы, проходящей рядом с деревней, Панермос получил новое развитие как туристический центр, но традиционный уклад жизни еще не утратил. Местный муниципалитет участвует в ассоциации «Самые красивые деревни Крита». Нынешнее население деревни немногим более 600 человек. Построен небольшой порт и оборудована набережная. Сохранилось несколько кварталов с исторически сложившейся застройкой и старинными зданиями. Есть школа, отделение банка. Деревенская церковь посвящена Вознесению Господню. В 21 веке строится новая большая церковь, посвященная одному из десяти святых мучеников критских, святому Агафопаду, который согласно традиции, родился в Панермо. В деревне находится много небольших гостиниц, таверин и магазинов, есть прокат автомобилей, туристическое агентство. В западнее деревне расположилась большая премиум гостиница Грекотел. Однако больших пляжей здесь нет. Наиболее защищенный от волн песчаный пляж находится прямо в порту. Еще два небольших песчаных пляжа с пологим дном расположены немного западнее порта. Основной достопримечательностью Панермо могла бы быть крепость, но время и люди ее не пощадили. В свое время крепость имела семь башен и двое ворот, но от нее остался только полуразрушившийся участок стены, возвышающийся над портом. Остальное было разобрано на строительный материал. В Панермо находится единственное на Крите сохранившееся здание завода по переработке рожкового дерева. Завод был построен в 1930 году и прекратил работу в 1967, из-за снижения спроса на продукцию. Здание длительное время использовалось как склад, но в 1996 году передано местному культурному обществу Эпименидис и переоборудовано под выставочно-концертный зал. Однако имеются планы по возобновлению выращивания и переработке рожкового дерева. В 200 метрах к юго-западу от деревни раскопаны руины раннехристианской базилики, одной из самых крупных в Греции. Это свидетельствует о существовании здесь важного центра христианства. Базилика была построена в V-VI веках, но разрушена уже в VII веке, во время арабских набегов, однако продолжала использоваться вплоть до IX века. Среди туристов пользуется популярностью небольшой пеший маршрут мимо кладбища в сторону маяка на мысе Хандракавас. Протяженность маршрута около полутора километров. Достопримечательностей здесь нет, но с мыса открываются прекрасные виды и на Панорма, и на окружающую местность. Официально предлагаются и пешие маршруты протяженностью более 10 километров в деревне Эксантис, Скипасти, Меледони и другие. Из достопримечательностей в радиусе нескольких километров от Панорма находится хорошо сохранившаяся позднеменойская гробница у деревни Перома, и пещера Меледони. Пещера Меледони известна драматическими событиями, произошедшими здесь во времена греческой войны за независимость, когда турками было убито более 350 местных жителей. Пещера частично открыта для посещения и впечатляет своей природной красотой. Как и в любом другом курортном поселке, в Панорма предлагаются различные экскурсии по основным достопримечательностям Крита. В высокий сезон ходит и маршрутный экскурсионный открытый автобус, на котором можно совершить автопрогулку или съездить в ближайшие популярные места. Так как Панорма, это конечная остановка пригородных автобусов, отсюда можно легко совершить самостоятельную экскурсию в город Ретемна, административную, культурную и туристическую столицу региона. Автобусы ходят весьма часто. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok